Сегодня доля Китайской Народной Республики в внешне голливом обороте Гомеля складывается около 2%. Это явно не для здоровой махчимости боков, а тому главное мы это сустрече – найти новые керунки супрационистов зодикам реальных потреб белорусского и китайского рынков. На китайском рынке Гомель представлены пеш за все комбайнами акционерного товариства Гомсельмаш и солодкой продукцией «Спартака». Карбинская делегация, такое супрационистов Витая, лечит его явно недостатковым. По этой причине в Беларусь партнеры приехали с конкретными пропановами. Во-первых, харчовая продукция. Китай – великий рынок для экологично чистых продуктов. А тому, видимо перспективной, сдается идея створения суместных предприемств по творчеству спочатку кондитерских выработок, а в перспективе молочных и мясных продуктов. Потому что здесь есть уже более конкретные наработки. Даже наши предприятия занимаются в части сертификации продукции на китайском рынке. Еще один на керунках – сельскохозяйственная техника. Зараз у Китая, разом с традиционными кукурузой, пшеницей и соей, вырешили заняться еще и массовым выращиванием бульбы. Это одна из основных причин наведывания акционерного товариства «Гомсельмаш». С великим высокой якости белорусской техники Харбин мая намер обмерковать питания о поставках бульбоуборженных комбайнов. В продовольственной безопасности мы будем дальше развиваться в выращивании картофелей. В этот раз мы приехали с целью изучения новых возможностей именно по сотрудничеству в этой области. Байки погоджаются. Сегодня необходимо займаться пошуком новых партнеров. Инша справа, что контакты только на уровне официальных делегаций для этого недостаткова. Весье бачится устворение постоянно делящей рабочей группы на уровне наместников мэров, которая будет заниматься пытаниями координации сопротивления во всех сферах – от экономики до молодежных обменов. Сформируем такой план действий, который будет включать в себя сотрудничество не только в сфере экономики, бесспорно, это самое главное, но и также в сфере образования, медицины, культуры, спорта. Поэтому я думаю, что мы в ближайшее время такой документ сформируем и будем по нему работать. Олег Синтеров, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель».